Белая гуртка 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 За него можно порадоваться. За бабки свои порадуйся, идиот. Кир, перестань. Девушка, я все понимаю, но это не повод гадать по мне. Ты что, не видишь? Он специально его усыпил, специально, чтобы бабки с тебя содрать. Милая моя, если бы я хотел, как вы говорите, содрать бабки, то в моих интересах было бы, чтобы этот пес жил как можно дольше, понимаете? Прием, так сказать, за приемом. Процедура за процедурой. Ну и сволочь. Прекрати. Больно было ему, сильно мучился Джек. Просто не было тебя, не видел ты. Мучился, правда он. Скулил все время. Ты что, упрекаешь, что меня не было? А из-за чего меня не было, ты помнишь? Не начинай, Кир. Не время сейчас. Я всегда не говорю, никогда у тебя на меня времени не было. Перестань. На своих студента кори. Потом поговорим, давай. Даже собаки от тебя дохнут. Что говоришь, соображаешь ты? Тот цветок, который я тебе подарила, ты поливал его? Какой? В желтом горшке ты поливал его? Нет, забыл. Его поливать надо, он же засохнет. А, в том большом желтом горшке цветок засох уже он. А на даче ешкиной по колено снега. Думал, куда возьму, в следующий раз Джека погоняет. Любит так снегом. Надавил столик снега на крышу, что не открывается тебе вторая дверь. Ветеринар тушит сигарету, а ковну выбрасывает. Я вас жду, молодые люди. Кстати, если надумаете, Джека можно похоронить на собачьем кладбище. Тут недалеко. Все организуют как надо, все быстро сделают. Вот визитка. Если что, обращайтесь в любое время. Ветеринар заходит внутрь. Там, как идти к садику, дорога грязная. Идет из колодцев пар, льет откуда-то кипяток. Развезло все до земли. Надо туда дорогу и другой тащить, Джек. Черные все ботинки уже. Стоит из куртки кладок, потирает ботинки. Сцена вторая. Ряд больших высоких липов вдоль забора детского сада. Темно. Откуда-то идет свет фонаря. Женя и Кира ходят между деревьев и убирают место для Джека. Джек лежит на снегу, завернутый в простыне, виднеется морда. Рядом лежит лопата. Женя подходит к Джеку, смотрит на него, садится рядом на корточке и гладит. Кира замечает это и встает рядом с ним. Женя закутывает пуса в простыне. Замерзл? Уже нет. Женя встает, снимает куртку свитера, дает свитер Кире, надевает куртку обратно, берет свитер у Киры, садится на корточки у собаки и укутывает ее еще в свитер. Женя, перестань, минус 10, оденься. Да замерзнуть ведь он пытался рассказать мне Джек. Пытался, скулил, утро все, а ушел я. Откуда ты мог знать? Было понятно все, позвонили с кафедрой еще. Приезжают, говорят, заменить надо пар на несколько к Сергееву. Дом был, надо остаться. Сейчас-то что говорить? Все равно тебе. В смысле все равно? Ну не любила ты его же. Ну и что, мне же его жалко. Жалко только было тебя, когда постирал пятитысячную купюру в куртке-то. Женя берет лопату, подходит к одной из лип, убирает лопатой снег под ней, пытается копать. То есть тебе кофик на мое мнение, Женя пытается копать дальше. Я бы хотела бы хоронить Джека вон под той, а не под этой. Это меньше, надо положить его под большой, либо вон под той. Это мой, Джек. Твой? Тогда гони мою лопату назад. Ты же ее из моей машины взял. Женя продолжает копать с трудом, земля замерзшая. Лопату отдай. Сломаешь сейчас, а новое знаешь, сколько стоит? Крыша поехала, совсем когда банк этот гребаный устроился-то. Я хотя бы банки зарабатываю и не свяжу ни у кого на шее. А сидит кто? Не просил деньги никогда у тебя в жизни. Ну если эти гроши в универске назвать деньгами? За кого жила? Шла, знал ты. Господи, как тебе преподавать-то, взять с такой речью? Как с рукопереводчиком говорил? Историю веду я, не язык русский. Я думала, ты расти будешь, устроишься куда-нибудь. А ты так и погрял в твоем универе за 15 тысяч. 17563. Это, конечно, меняет дело. Свой бизнес начну, деньги буду зарабатывать. И начну. Кризис в разгаре в стране. Женя опять начинает копать. Да у тебя всегда кризис. Хорошо начнём к Киру в рай ехать. Лишь бы нифига не делать. Заделалась. Да, заделалась. За хату платья, за интернет я. Даже ботинки себе зимний сам купить не смог. Даже лопату у тебя сварения. Даже лопаты. Женя шмыряет лопату, садится на курточки у Джека гладит его. Кира подняла, лопату рассматривали. Вот, тут уже погнулась. Новую мне купишь. Женя продолжает гладить Джека. Купишь такую же. Помолчать сейчас хотя бы можешь. Женя звонит могиле ей. Да, Настя. Привет. Сири, всегда. Прости, говорить не могу сейчас. Перезвоню я, пока. Кира швыряет лопату, Женя снова гладит Джеком. Так ее, значит, Настя зовут. Это с кафедры. Конечно, на кафедре даже удобнее. Можно с работой совмещать. Начинаешь опять? А что с ней кто-то растопал? Женя встает, берет лопату, начинает копать. Кира отбирает у него лопату, швыряет ее в снег. Она студентка, да? Говорю же, я с кафедры, это она. То есть, пока я там впахивал на работе, ты ее на кафедре, значит, обучал. Лечить надо нервы в тебе. А для чего у меня нервы? И для чего? Начинает бить Женю, толкать его на снег. Придурок! Я до тебя спокойная была, а теперь на таблетках сижу. Женя падает на снег. Что ты истеричка, не виноват же я. Из-за тебя я такая стала. Спокойный вообще? Женя встает. Правильно. Такие всегда спокойные, которые у других кровь сосут. Насосались кровью и живут. Спокойная мела. Женя берет лопату и начинает копать. Лопату верни. Женя швыряет лопату, Кира поднимает лопату, Женя доставит мобильность, собирается звонить. Кому звонишь? Настя, не жалко лопату для меня ей. Так ты ее все-таки трахнул? Трахнул, да? Когда? Ушла когда-то. Значит, только я ушла, и ты сразу. Быстро. Ярный был я. Дерьмо, даже признаться не может. Адам, адам, адам я ищу. Хер вставляет лопату в слюре. И где? Надачу Лешкину. Так это от вашего горного секса дверь перекосило, значит. И где именно? Зачем тебе? Где именно? Были сначала в душу мы. Помыл голову ей я. Там мыл? Где там? Там мыл? Нет. Как ты был ей голову? Разница какая? Большая. Как мне? Нет, как сестре. Как? Намыли сначала в конце, и стал потом выше. В моем шампуне, который я там оставила? Да. Волосы пахли моим шампунем? Медом? Да. Легкие такие у нее волосы. Знаешь, бывают такие тяжелые, что задыхаешься в них ты. Легкие-легкие у нее волосы. Заткнись. Дальше что? Нужно правда это тебя? Дальше. Пошли в гостиную потом. Камин зажег я. Ну, дерьмо. Дальше. Была в моей майке она. В черной? Да. Дальше. Разложил диван, легли у камина мы. Бред такой-то. Зачем тебе? Дальше. Не смог я. Ты же сказал, что драма не ты. Не смог. Не стал. Трогала она его, но не стал. Кира смеется. Знаешь, когда я в тебя влюбилась? Ну, позже. Нет, позже. Мы были в кафе. У тебя еще такая голубоватая рубашка была, новая. А сверху пиджак. И твои руки так красиво выпадали из манжеты рубашки, острых, новых, что я просто оторваться не могла. Меня тогда еще удивило, какие белые у тебя руки и как кости выделяются. И эти манжеты, они тоже были как будто часть у тебя, как будто тоже из костей. Чуть с ума не сошла. Как на такой-то идеальной фотографии, фото из журнала с рекламой часов. Я все думаю, сейчас кофе капнет на рубашку или хотя бы крошку. Но нет, ничего. Ты что-то говорила, я уже не слушала, только смотрела на руки в манжетах. А теперь смотрю на твои руки и видят, что нифига они не белые, они в дерьме, в полном дерьме, грязные, как эта дорога, в которой ты свои ботинки боялся и спачкал. Женя садится у собаки гладит. Кира младит. Ненавижу твою собаку, ненавижу. Не потому, что она вонючая, не потому, что бракованная, не потому, что обрезанная, а потому, что она сдохла. Кира уходит. Женя берет лопату, копает. Сцена третья. То же место улит. Женя копает. Кира идет с двумя ведрами кипятка. Из нее идет пар. Отойди. Женя отходит в сторону. Кира выливает два ведра кипятка. Объязание идет синий пар. Так копать легче будет. Кира переворачивает одно ведро, садится на него. Копай быстрее, пока земля не остыла. Уйдет вода сейчас. Взяла воду где-то. Где авария? Там из трубы кипяток льет. У подъезда там и набрала. Тяжело же. Сказал бы мне, принес сам я. Здесь земля хорошая, древио быстро растут. Не мешает здесь ничего им. Ну как же, вон забор, я там дом строю. Скоро вообще может срубить. Где-то со стороны детсада, как будто лает щенок. Кира и Женя поворачиваются туда. Казалось, что ли. Начинает копать. Помню, сажали, как деревья эти. Остался с бабой Нюрой тогда. Я уехал куда-то по работе. Мать повела в сад в тот день. Меня баба Нюра вывела на прогулку нас. Увидел я, что привезли деревья к забору. Пошел играть. Бегают дети все. А у забора я смотрю, как погружают из грузовика деревья эти. И кричу мужику за забором. Дяенька, дяенька, отдайте дереву посадить. Дяенька. Странно. Не знал тогда про всю фигню эту я. Посадить дерево, вырастить сын и все это. А мужик это мне маленький еще. Вот вырастешь, посадишь. Выраст. Вот. Не посадил я. Как партик под чужое дерево. С другой стороны забора. Хотелось в садике скорее за забор. Это мне оказалось, что самое интересное за ним все. Самое важное, а там так, подготовительная группа. А нам в садике говорили, что если кто-то уйдет за забор, того обязательно украдут. Одна девочка убежала, долго ее искали. Оказалось, что она нашла полуживого голубя, взяла его и как-то вышла из садика, чтобы найти голубя врача. Представляешь? Она даже до больницы какой-то дошла, там недалеко было. А потом ее родители оттуда забрали. Остался голубь жив. Не знаю, не помню. Жизнь стала какая-то быстрая. Странно, что когда она ускорилась, ее вдруг стало можно потрогать. Не задержать, не вертеть ее, а именно дотронуться, запустить в нее руку. Когда жизнь была медленнее, вроде бы должно было быть проще ухватиться, но не получалось. Женя перестает копать, облокачивается на лопату передохнуть. Вставляет лопату в снег, садится к джеку, снимает перчатки, гладит ее. Как будто сына гладишь. Пятнадцатилетняя. Кира стоит с ведра. Мог бы быть уже пятилетний. Женя стоит. Да, Морбой. Не сдвинулся, если бы на карьере. Конечно. Надо было нарожать детей и кормить все эти рты на твою универскую затрату. Рожают же как-то все. Рожали не в такие времена еще. То есть бизнес делать в стране кризис, а рожать, пожалуйста. Да не дети, тебе ничего не нужно было. Были, если бы дети, назвала бы пятихаткой девочку, а мальчик пьела. А если бы у тебя бабки были, ты бы сейчас эту замерзшую землю за вами не грыз. А нанял бы бригаду и похоронил бы Джека по-человечески на собачьем кладбище. Были бы, если бы деньги у меня даже. Ни за что не похоронил бы Джека на собачьем кладбище я. Конечно, мы же не такие, как все. Мы же выше всех этих денег, товарок и услуг. Майдер, где лезешь? На кого ты там еще дрочишь по вечерам в спальне? А как бабла на ботинки, так подай. Женя снимает ботинки, кидает в сторону Киры. Снимает носки, кладет их в карман своей куртки. Стоит босиком на снегу, берет лопату. Мои ботинки надень. Женя пытается копать босиком. Получается плохо. Кирилл пытается вырвать у Жени лопату. С ума сошел, ботинки надень. Женя швыряет лопату на снег, продолжает стоять босиком. Ну, вернулась ты, зачем вообще? Зачем? Вывести, чтобы мозг окончательно мне? Знаешь вообще, что со мной было в этот месяц, а? Лез на стену я, не мог из дома выйти я. Не позвонил ни разу ты, ни разу. То есть ты там с этой Настей торкался, а я тебе звонить должна? Спал все эти дни с Джеком на кровати я. Просто потому, что не хватало мне тебя. Ты положил его в нашу кровать? Она же провоняла вся. Да эти кровати дело, какое тебе, моей калать. Вообще-то это я ее покупала, если ты не помнишь. Да забирай, сдалась она мне. И заберу, хотя нет, оставь ее себе. Все равно я на ней ни разу не помнила, ни разу. А сколько был стон? Я притворялась. Знаю ли? Откуда ты знаешь? Не стучало сердце у тебя. Женя берет оба ведра и уходит с ним пусиком на стену, по снегу. Ботинки надень. Женя не оборачивается, уходит. Кира берет лопату, пробует копать, не получается, она плачет. Садится на ноги, на снег рядом с Джеком платит его. Спи, маленький, спи. Ты не слушай, что я говорю. Я ведь тебе все равно жалею. Ты же все равно хороший, хороший. Такой тихий, милайший, тихий, тихий. Клади в голову на собаку платить. Такой мягкий. А воняешь так же. Прости меня, Джек, прости. Я новый плейер купила. Так что ты не переживай, что ты мой тот сгрыз. Хороший, хороший. Спасибо тебе, что в тот раз. Помнишь, когда ты Женька увидела меня в машине в центре и подошли ко мне? Ты еще первый подбешал и залай. Потом у меня Костя на заднем сиденье под одеяло светлся. И ведь понял меня, больше лаять не стал. Ты все-таки умный пес. Зря сказали, что бракованный умный. С первого раза меня понял. А то бы на Женька этого не выдержала. Он же у нас нежный. Спасибо, Джек. Кира вдруг слышит какие-то звуки. Вскакивает, вытирает слезы. Берет лопату, пытается копать. Возвращается Женя с двумя ведрами кипятка. Из них идет пар. Женя по-прежнему босиком. Ноги грязные. Отойди. Кира отходит в сторону. Женя выливает кипяток из одного ядра в яму. Из ямы идет пар. Одного пока хватит. Сейчас вода уйдет, можно будет копать. Надень ботинки. Там что ли шел? Через грязь? Так, короче. Женя берет лопату, копает. Женя, надень ботинки. Ну, хватит, да. Женя продолжает копать. Кира толкает его на снег. Делаю из чего-то. Не мешай. Замерзнул сейчас опять. Сядь. Женя садится на перевернутое ведро. Кира расстегивает свою куртку. Снимает ее. Снимает белую рубашку. Надевает куртку обратно. Рвет рубашку на тряпки. Берет второе ведро с водой. Пододвигает его к ногам Жени. Опускает туда ступни Жени. Мочит тряпки. Начинает обтирать ноги Жени от грязи. Не хватит воды же. Ты ноги отморозишь чокнутые. Не отморозишь, грелых я в той с кипятком лужи. Кира продолжает протирать ноги Жени. А носки где? Женя вытаскивает из карманов куртки носки. Кира вытирает оставшимися с этими тряпками ноги Жени. Надевает ему носки. Потом еще взглядом ботинки. Находит. Надевает ему ботинки. Женя встаем, берет лопату, копает. Сцена четвертая, там же. Кира и Женя держат завернутого в простыню свитер Джека. С разных сторон, над ямой. Примеряет, достаточно уже размер ямы или нужно копать еще. По-моему как раз. Нет, еще чуть-чуть надо, голова не влезет. Да влезет, давай ниже. Пускай у Джека поближе к яме. Не, не влезает. А может в другую сторону? Нет, поверт надо, чтобы головой к садику было, а не к стройке. Относят Джека на место, бережно кладут на снег. Может еще на кипятком сходить? Нет, стало мягче земля. Женя берет лопату, копает. Маринка, ты ее видел, кажется, из прикладческой которой. Она как-то купила себе собаку, небольшую такую, я породок не разбираюсь. И когда Маринка стала уходить на работу, собака постоянно скулила без нее. Соседи уже давали старик жаловаться. Просто ходила по квартире часами и скулила, на стенку лезла. А Маринка оставляла на это время диктофон дома, чтобы понять, сколько часов Лелик ее скулит. Так вот, почти без перерыва, представляешь? Пришлось к психологу для собак Лелика вести. Еле отучили дома одному оставаться молча. Любит просто своего хозяина собаку, что такого тут? Мне кажется, собака слишком привязана к хозяину. Бред какой-то, самостоятельные животные собаки вполне. Попадали, видно все, какие-то не те собаки. Нет, собаки живут нехорошие, я ничего не говорю. Просто это не мое, я не понимаю, как это. Ну вот они целуют собак своих. Ты даже целовал, не знаешь, как-то противно было, а потом меня не целовать. А уж когда вы ели из одной миски... Что-то так брезгливое. Дело не в этом. Те, кто собак любят, они... Это просто люди с другим характером. Ну, плентяне, что ли? Как тебе объяснить? Собака, она слишком ориентирована на хозяина. Все время в рот ему смотрят, ходят за ним. Как будто она от него зависит. Это ненормальная зависимость. Некоторые люди даже хотят, чтобы другие люди были им как собаки. Вот меня один директор, ну когда я в газете работала, помнишь? Он меня в лифте уволил. Потому что я не захотела быть его собачкой, все его прихоти исполнять. Кстати, у него лабрадор был. Тебя когда-нибудь увольняли в лифте? Женя перестает скопать, а он уходился на лобон. Когда? Сказал про Джека отец. Ну, когда увидел, за окна меня снимал. Почему не? Я сказал, что тогда у меня не ушла. Тогда я ничего не понимала в собаках. Я с ними не общалась. А у отца в детстве всегда были собаки 2-3. Он знал, а мне сказалось это смешным. Какая разница, какая у тебя собака? Ну, облезлая, старая. Ну что? Ну не любишь же собак в принципе-то. Не люблю. Не то, что не люблю. Я их не понимаю. Это не мое животное. Нужно было сразу это понять. Я ведь думала, все еще наладится. Но это иллюзия. Только сейчас я поняла, что все это время жила в иллюзии с самого детства. Я видела не то, что было на самом деле, а какой-то свой мир. Он окружил меня. И теперь, когда все это рухнуло, на меня навалилась реальность. Я уже ничего не понимаю. Правда, это было с самого начала. Нужно как-то адаптироваться к новой жизни наедине с миром. Я думала, что ты совсем другой человек. И все это время пыталась достучаться от того, другого. Пока не поняла, что его нет. Вообще нет. Стучал, клоу, может. Там не слышал. Звонить надо было. Кажется, готово. Женя подходит к Джеку, садится на снег, долго гладит его. Кира подходит к Жене, гладит его по голове. Ладно, давай. Женя берет за один конец Джека, Кира за другой. А свитер? Останется просто. Ангорка. Женя и Кира подносят Джека к яме, примеряют. Подходят. Погоди, клади, клади, клади. Кладут Джека на снег рядом с ямом. Женя начинает осторожно снимать свитер с Джека. Постирать нормально будет, как ногу. Женя кладет свитер на одну яму, расправляет его. Не замерз, чтобы он. Женя закутывает Джека со всех сторон в простыню, закрывает голову, берет за один край. Кира присоединяется. Медленно опускает Джека в яму. Кира берет снег, растирает его по варежкам. Женя и Кира стоят у ямы. Что-то сказать, наверное, надо. Не знаю. Что говорят в таких случаях обычно? Не знаю. Я даже день храню, как у собак своих я. Вдруг из ямы начинает идти пар. Смотри, пар. Холодно там ему. Это душа, наверное. Так сразу? Ну, может, у собак так. Надо же. Много, как пар. Большая душа, значит. Женя наклоняется, берет голой рукой снег, встает, нежно бросает его в яму. Кира наклоняется за снегом, задумавшись, снимает варежки, берет снег и делает то же самое. Кира подходит к лопате, берет ее, подает Жене. Женя медленно берет лопату, начинает закапывать яму, делает это еле-еле. Не могу я. Идет там пар. Кира выхватывает лопату и начинает быстро закапывать яму. Женя сначала смотрит на это, потом вырывает лопату и снова начинает сам закапывать яму, уже быстрее, чем раньше. но не так быстро как киры пар становится меньше но он еще есть этот пар как тоже тогда в испании помнишь его же тоже не должно было быть несколько лет там уже дождей не шло в том районе когда прошлом году не помню дождь дождь стильный такой даже белый стал от этого как будто молоко под напором лил мощными такими стройником мы еще на полу лежали на матрасе вспомнил вспомнил лежали как мы не помню как дождь потом ты сидел сзади на матрасе стал меня целовать я все смотрел на этот дочь белый сильный чужой именно тот момент я поняла что ты мне тоже чужой что меня там не должно быть с тобой этого стало так страшно даже страшнее чем когда понимаешь что любишь человека сказал почему испугалась очень испугалась мне стало тебя жалко прости каждую ночь потом когда мы лежали рядом я потом не могла заснуть все время думала об этом не знал что с этим делать сказать могу сразу я думал пройдет думала что мне показалось иногда даже как будто бы снова тебя любила но это быстро проходила особенно ночью как будто даже знаешь иногда как пол ночи вроде люблю а потом раз и не люблю тяжело наверно был тяжело плакал постоянно на работе завела поэтому гости вытирал слезы что встретили когда мы с джеком в центре тебя помню что день была на машине ты пришли домой когда с джеком потом мы был на кухне я принес белый носок у него мужской белые носки не ношу я из ямы перестает идти парка же не берет лопату начинает быстро и закапывать снова где-то со стороны детсада лаящину киры же не оборачиваются и переглядываются казалось мне сейчас что не ночи а день и что смотрит оттуда из забора мальчик на меня смотрит внимательно так наблюдает за тем что делаю я говорит потом дяденька это же не ваше дерево копаете почему под ним вы же не закапывает до конца вместе с кирой они закидали закопанное снегом гаснут фонари голос жене и киры становится все тише поставить какую-то табличку можно купить как-то что там написано в год жизни может может фотку еще я не знаю можно тут где он на снегу играет да хорошая цена 5 следующий день тоже место но там пока ничего нет я могу стать не едет по я не возвращается движение уже не в руках табличка джек джек ничего себе это как вообще живому что ага сам выкопался смотри идешь парк живой значит свитера нет и простыни говорил надо было свитера ставить кирижа не встают за на забору детсада рассматривают я не замечаю что за забором детсаду стоит мальчик и смотрит на них слушая может ветеринар его забрал зачем но вот это мне знает мне бред могу даже он одадо делся точно ветеринар кто мне сразу не понравился вряд ли вряд ли исчезнуть просто не мог же он помню помню один раз еще давно не был еще тебя пришел домой я джек нет не встретил меня нет нигде испугался тогда так я показал заходил брат взять какие-то вещи погулять его я бегу тогда как беду обыскал вокруг все лишь объявление хотел уже не спал полночь смотрел потом просыпайся шороха какого-то я не понял сначала стоит это скулить же и лозил лапами это обдверью смотрящих чуть ли где было что делал везде не знаю пришел в грязи весь вымазался где-то тогда долго был его ванны и те же он те дяденька дяденька за кого ищете пропала собака моя а какая уже никакая она умерла вот тут мы ее вчера закопали большая такая вчера дяденька тут мужики с утра приходили они все рыли и дяденька может это они вашу собаку забрали показалось мальчик тебе казалось мальчик а что это за мужики были как они выглядели я не помню у них машина была такая большая на ней собаки на лице ты слышал это точно его люди я так и думала Женя плачет дяденька не плачьте дяденька пошли пошли скорее к нему Женя встает мальчик убегает от забора попросил это я его что попросил выкопать Джек что делал на собачьем кладбище почему зачем рассказал когда тебе про Настю я понял что все равно тебя было просто обидно тебе но было все равно тебя не не было ничего в глазах твоих просто вообще ничего понял я что больше не вернешься помнишь за водой пошел я ну босиком еще позвонил этому ветеринару я чтобы вызвал бригаду он не знал еще как вернуть тебя я думал 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 что если останусь один я ну вообще один если б нет мальчика не узнал бы ты ты нормальный ты думал меня разжаловать а как еще вернуть не могу уже вообще не могу ты чокнутый ну там лучше сделал все бригаду там оставлю потом табличку туда ты думал что это на меня подействует как будто первый раз меня видишь понимаешь ну не такой железный я как ты ну не могу так другие люди есть все равно приполз бы я приполз бы и стал бы я как как джек тогда не лозит подвери твоей жене не нужна была собака я бы давно ее завела жене медленно уходит кира сначала стоит потом ногой закидывает снег землей в яму оглядывается что-то ищет замечает доски валяющиеся рядом со стройкой идет к ней берет несколько досок кладет их над ямой чтобы никто не провалился уходит не замечая что к забору подбежал мальчик с большой сумкой и сумки доносит целая щенка тетенька тетенька кира оборачивается идет к мальчику останавливается рядом с ним между ними забор дед сад тетенька подождите мальчик открывает сумку а мне щенок вот отдайте тому дяденьке чтоб не плакал пожалуйста его взрослый гонит из садика я его там за верандой прятал чтоб воспитательницы не увидели у него тут глазик течет что-то но это немножко он хороший хотел сегодня к врачу нести тут не только есть больницы для животных правда взрослые говорят что украдут если садика выберешь но я бы все равно отнес просто меня мама сегодня раньше из садика заберет я не успею я его рексом назвал возьмите для дяденьки а возьмите а то домой мне его не разрешат ну пожалуйста кира поднимается на цыпочки мальчик поднимает сумку со щенком наверх передает кире через забор кира устраивает чем как удобнее спасибо приходите сюда с ним к садику гулять а то вы на улице он замерз а так дяденька плакать кира уходит с рельсом мальчик смотрит на вслед через забор сэна шестая флешбек лавка у той же вид лечебницы на лавке сидит ветеринар и жени женье томат я то могу это сделать но ты точно решил два реже ты долго не протянутся равно полгода макс не больно точно один укол и все не более главное чтобы было нему я самый лучший препарат выдерут продвинутый самый это конечно дороже но я скидку сделаю за одной партой все таки сидели не любит про джек она понимаешь не переносит сказал даже один раз влияет собак вдруг идет правда она не появлялась месяц уже загуляла палатки таки держать надо видам он ладно главное тянется к ней все время джек ласкается а не любит его она не любит вообще ругались каждый день за джек сейчас все ловится вон у меня джек лавка никогда не вернется она попрощаюсь по дюси давай недолго только то он разволнуется сейчас женя заходит внутрь ветеринар достает сигарету запуливает звонит по мобильному полинка здравствуйте это макс там полинка а вы можете сегодня с герцогом часа часика на три больше подойти а то у меня тут дельце небольшое появилось да отлично хорошо буду ждать все договорились до встречи ветеринар убирая телефон в карман и свет лечебницы выходит джек лица заплакана в руки ошейник и поводок джек как договорились давай макс только лучше не знала чтобы кира что знакомая вопрос молодой человек ты ее часа через два сюда зайди простите вызовите через два часа все будет готово я позвоню ветеринар заходит внутрь женя уходит из руки выпадает ошейник на поводке он это замечает наклоняется за поводком берет его распрямляется и медленно уходит волоча по земле пустой шеи по поводке конец